Здравствуйте, это 356 эпизод подкаста Траблшутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт подкаст Олег Брагинский. Олег, приветствую вас. Евгений, доброго дня. Олег Брагинский, основатель школы Траблшутеров, автор 11 видеокурсов, сотни вебинаров, 32 книг и 1000 статей. Руководил двумя сотнями проектов в 26 индустриях 50 стран. Один из наиболее просматриваемых людей планеты с сети деловых контактов Лентрии. В предыдущем выпуске мы говорили про эффективного ученика, но ученик вырастает из школьных, по крайней мере, и становится студентом. И 5-6-7 лет где-то уделяет этому обучению в высшей школе. Аффективный студент, наша сегодняшняя тема. Олег, что мы понимаем под этим словосочетанием? Слово студент происходит от латинского students. Это усердно старающиеся, занимающиеся работой или учебой. В Древнем Риме так назывались любые лица, занятые процессом познания. С появлением университетов, особенно в XII веке, термин стал обозначать обучающихся и преподавателей. А после введения ученых степени званий, таких как магистр и профессор, слово стало обозначать исключительно учащихся. В средние века студентов сначала называли школярами, а позже стали именовать посещающих лекции, высших заведений и выпускниками вузов, и устраивающихся на работу студентами. То есть было время, когда это слово обозначало статус, не определившихся с призванием или не начавших профессиональную деятельность людей. Студентам же эффективным сегодня я бы назвал человека, который проходит обучение или переквалификацию с тем, чтобы лучше освоить профессию или совокупность навыков со стремлением как можно быстрее приступить к профессиональной деятельности. Фактор возраста. Известно, что в вузы поступать можно чуть ли не до 70 лет. Кто и в каком возрасте, Олег, может быть эффективным студентом? Вы правы, студентом человек может быть в любом возрасте. Есть даже такое пренебрежительное выражение «вечный студент», которое применяют по отношению к людям, которые обучаются без конца или не начинают учиться, или не способны завершить обучение, или не желают самостоятельно зарабатывать, или недоучки, которые не стремятся приступать к применению знаний. Если говорить о верхнем пределе возраста, то показателен пример Кирилла Патрахина, который в 89 лет поступил в престижный пермский педагогический вуз на платное завочное обучение. За счет пенсионера, ну, по крайней мере, в прошлом году еще не было троек, а выпускником он станет аж в 95 лет через год, планируя начать преподавать лекции. Если не ошибаюсь, кажется, в Китае была женщина, которая прервала обучение на 55 лет. Сначала родила одного, второго, третьего, пятого ребенка, а уж когда дети выросли, она вдруг решила продолжить обучение. Такой кейс тоже есть. Что нам известно о краткой истории высшего образования и студенчества? Ведь дело это достаточно давнее и не насчитывает ни одно тысячелетие. Вы правы, феномен студенчества, как мы уже говорили, появился в средневековых европейских университетах и проходил становление в X-XIII веках. Для первых поколений студентов характерной особенностью оставалось переходное, подвешенное или транзитное состояние социальной группы. Уже в самостоятельных поступках, но не автономных заработках, молодые люди делились на укоренившихся в домашнем вузе и на странствующих студентов. Первый университет был основан в Париже, а к XV веку в Европе их уже насчитывалось полсотни. Двигателем прогресса служила христианская церковь, которая остро нуждалась в высокообразованных специалистах в области философии и теологии. Выпускники университетов становились также либо врачами, либо юристами-проповедниками. Основными специальностями были метафизика по Платону и Аристотелю, теология, математика, грамматика, риторика, право, медицина, латинские и греческие языки. Кстати, именно поэтому квартал в Париже возле Сорбоны до сих пор называют латинским, ведь студенты, которые засиживались там в многочисленных кафешках, веками практиковали мертвый язык. Руководящими органами студентов очень быстро стали землячества, которые сдерживали бродячую толпу и хулиганские намерения. Тем не менее, студенты всегда активно воевали и поддерживали любые виды революций, надеясь на волне патриотизма получить лучшее место в жизни. Вследствие участия в митингах студентов ловили, сажали, отправляли на каторгу и фронт. Нигилизм, максимализм и идеализм всегда образовывали гремучую смесь, которая тревожила правительство и восхищала народ. Студенчество приобрело черты романтизма, бесшабастности и вольнодумия. Каковы правила эффективного студента? Первое. Искать учебные заведения по силам, чтобы получить таки вожделенный диплом. Второе. Стремиться иметь только отличные оценки по профильным предметам. Третье. Сочетать обучение и ранние попытки профессиональной деятельности. Четвертое. Участвовать в деятельности кафедр, разработках методик и научных исследованиях. И пятое. Преподавать научные дисциплины младшим курсом и подрабатывать репетиторством для школьников. Каковы ошибки, которые снижают эффективность студента? Первое. Это отсиживать пары для галочки, встав в очередь за дипломом, как необходимым атрибутом для дальнейшей карьеры. Второе. Пытаться попасть в крутой вуз, чтобы гордиться альма-матер без учета собственных планов и природных способностей. Третье. Подменять цель получения профессии на нетворкинг с целью попасть на высокооплачиваемую работу или выйти замуж. Четвертое. Стремиться перебраться в столичный город и вместе со студенческим билетом получить всего лишь место в общежитии. Ну и влачить жалкое существование троечника. И пятое. Учебой в вузе избегать армии, упреков в безделии, дармоедническом нахождении в доме родителей. Какова роль преподавателя, без которого студент, в общем-то, немыслим, в жизни эффективного студента, и какова особенность отношений студента с преподавателем? Истинный преподаватель — это жрец науки. И если он горит собственной дисциплиной и стремится передать знания, умудренный опытом педагог не каждому откроет сердце и секреты мастерства до самого дна. Расположение скептика предстоит завоевать. Но если удастся попасть в поле пристального внимания, показать расположенное дисциплине, можно заметить, как загораются глаза у академического садовника, приметившего благодатные ростки перспективного ума. Приглашение поработать над проектом или ассистирование на кафедре приводит к более близкому общению, совместному обсуждению гипотез, отработке вероятных вариантов, радости открытий и совместной публикации. Студенты выводят в свет, показывают на конференциях, предъявляют коллегам, доводят до защиты диссертаций. Многие становятся светилами науки и двигателями прогресса, остаются на кафедрах и основывают новые, переходят в кодные сферы или уходят в фундаментальную науку. Именно внеклассная работа завершает огранку интеллектуальных алмазов до профессиональных бриллиантов. Известно, что студент использует различные виды обучения и сидения в аудиториях, и практические занятия, и курсовые, и лабораторные, и так далее, и тому подобное. Какие виды обучения доступны эффективному студенту с точки зрения по изучению теории, и с точки зрения применения теории к практике? Давайте отмотим крестных форм. Первая – это очная или дневная форма обучения в ВУЗе или колледже, которая предполагает системную учебную программу, при которой студенты регулярно посещают занятия 5-6 раз в неделю. Время начала пар преимущественно утреннее. Программа очного обучения предполагает большой объем теоретического материала, лекций, семинаров, контрольных, лабораторных и практических работ. Второй вид – это очно-заочная, обычно вечерняя форма обучения в ВУЗе или колледже, которая предполагает достаточно большое количество аудиторных занятий, но намного меньше, чем очные. При таком обучении посещение занятий студентами обычно происходит 2-4 раза в неделю, в основном в будни, реже в выходные дни, в вечернее время. Предполагается, что таким образом студенты могут совмещать трудовую деятельность с получением знаний и навыков в рамках программы высшего профессионального образования. Третье – заочная форма обучения в ВУЗе или колледже предусматривает небольшое количество аудиторных часов. Основная доля материала изучается студентами самостоятельно, а затем учебные заведения проводят контроль знаний в виде специальных работ или сессий. Некоторые ВУЗы проводят занятия в течение всего года, например, один раз в неделю в будний или выходной день, так называемой группы выходного дня, а по факту изучения дисциплины сразу же проводят зачет или экзамен по нему. Такая система называется модульная. Есть понятие очное обучение и заочное обучение. В чем их разница и каковы особенности каждого из них? Общий срок обучения по очной форме составляет обычно 4 года по программе бакалавриата, 5 лет по программе специалиста и плюс 2 года по программе магистратуры. Когда выпускник колледжа или техникума поступает в ВУЗ на очную форму обучения, по профильной специальности возможно сокращение срока обучения даже до 3 лет. Конечно же, у этой формы есть преимущества. Итак, преимущества очной формы обучения. Первое – это серьезная подготовка в сфере теории. Второе – отсрочка от службы в армии. Третье – яркая студенческая жизнь, участие в соревнованиях, мероприятиях и праздниках учебного заведения, а также возможность самореализации. Кстати, при обучении на бесплатном отделении хороши там оплачиваются стипендии. Недостатки. Далеко не всегда теория, получаемая в ВУЗе, соответствует реальной ситуации на производствах, на предприятиях, компаниях, фирмах. Второе – при выпуске из ВУЗа специалист не имеет главного стажа и может рассчитывать исключительно на стартовые позиции. И третье – постоянная опека преподавателями вводит выпускников в заблуждение и сбалованность, которую они не желают, вернее, которую потом не желают поддерживать работодателя. Заочная форма может быть реализована с сокращением срока обучения по множеству причин. Например, я в свое время первый, второй, а также пятый, шестой курс юрфака проходил заочно, а вот второй, третий и четвертый я, к сожалению, отсидел в аудиториях. Преимущества заочных форм обучения. Первое – это возможность совмещения работы и получения образования. Второе – изучение дисциплины уделяется сравнительно немного времени, что подходит, кстати, для беременных женщин или студентов с маленькими детьми. Недостатков больше. Первое – ну, честно говоря, ниже уровень получаем образования. Нет отсрочки от армии. Отсутствуют стипендии, ну и есть некая изолированность от студенческой жизни учебного заведения. Кроме непосредственно работы с преподавателем, выслушивания, перегружания информации из его головы в своем, студенты немало время ходят на самостоятельную работу, карпения в библиотеках над книгами и так далее. Какова роль и особенность самостоятельной работы в жизни эффективного студента? Самостоятельная работа студента – это наиболее ценное время учебы. Когда преподаватель излагает лекцию или товарищи демонстрируют способ решения задач, кажется, что все понятно, логично и целесообразно. Но уже при получении проблемы на дом оказывается, что она чуточку модифицирована и слегка не ложится в стандартную схему. Это делает это специально. Педагог наверняка рассказывал способ решения задач, учитывая все варианты домашних работ. Он-то знает, какие отклонения заложены в раздаваемой модификации. А вот нерадивые студенты наверняка упрощают способ формализации решения, поэтому и не способны уловить такие оттенки. Получается, что самостоятельная работа – это как лакмусовая бумажка. Она вскрывает глубину знаний и способ обозрения задачи. Постигший азенауки решит. А вот недообученный споткнется. Тут начинается раздвоение поведения. Одни студенты просят подсказку или намек, а вторые готовы списывать или платить деньги за решение более способным. Только при первом подходе, к сожалению, возможно развитие и совершенствование. То, зачем молодые люди должны рваться в колледж или вуз. Каковы особенности отношений эффективных студентов с другими студентами, если речь идет о коллективной форме обучения, что традиционно при очной форме, но иногда бывает при заочной. Эффективные, как правило, целеустремленные и беспощадные. Могут казаться ботаниками или даже нелюдимыми. Они способны отказываться от развлечений и не поддерживают праздное времяпровождение. Но их всех обедняет жгучая страсть разобраться, вникнуть, постигнуть азы, нырнуть до самого дна. Такие могут бегать за преподавателями с вопросами, читать дополнительную необязательную литературу, смотреть видеозаписи лекций зарубежных вузов. С целеустремленными сложно дружить. Они заглашаются лишь на разумные с их точки зрения транзакции и не желают вступать в коалиции со слабаками. Зачем тащить на прицепе неочи, если можно объединиться с похожей цегловой лошадкой и щелкать лабораторные на раз-два? Поэтому отношения с эффективными можно строить лишь на практической почве и на выгодных им условиях. Без вариантов хитростей и манипуляций. Возможно, конечно, кратковременные увлечения, введение в социальные или прочие долги, но потом рациональность неизбежно таки берет вверх. Какая особенности студентов, эффективных студентов, мужского и женского пола? Юноши крайне избирательны и стараются во всем нащупать структуру с короткими ходами. С ранних пор задумываются о будущей конкуренции, выискивая возможности обойти прочих на ранних стартах. Девушки не торопятся и готовы получать знания ровными слоями. Для них важнее быть уверенными, что они ничего не упустили и не отстали. Юноши стремятся заложить информацию сразу в память, чтобы производить впечатление эрудированностью. А вот девушки больше следят за аккуратностью написания конспектов, чтобы накануне экзаменов и зачетов знать, что имеют все условия для комфортной подготовки. Парни играют роль торопливых выскочек, а вот дамы позволяют им ошибаться и учатся на провалах. Юноши занимают места в рейтингах успеваемости в авангарде и арьергарде, а вот девушки концентрируются в уверенном ядре, в середине, не гнушаясь вот этой самой сердцевины списка. Студент — это всегда учебное заведение. Студент не может быть от него ватуром. Возникает вопрос, как же выбрать вуз в 21 веке, какова особенность этого процесса и, самое главное, в какой стране учиться, потому что это тоже доступно. Выбрать вуз чаще бывает важнее даже, чем профессию. Многие начинают размышлять о будущем, изучая рейтинги, отзывы и средние зарплаты выпускников. В престижность учебного заведения родители и абитуриенты надеются компенсировать нерелевантные знания, понимая, что далеко не все работают согласно полученной специальности. Обучение в другой стране вообще рассматривается как шанс закрепиться на более обеспеченных территориях, и родители соглашаются на, скажем, немалые издержки, лишь бы чада попробовала. Приходится учить или доучивать иностранный язык, сдавать специальные экзамены, записывать видео или текстовые эссе, проходить собеседование или заочный конкурс. Затем следует процедура расселения в кампусе, где соседам окажутся совсем не похожие на изнеженного отпрыска студентов других культур. Потом наступает время эйфории от прекрасных видов погоды, оторванности от будительного надзора, и так длится до первых экзаменов. А вот тут начинаются слезы, истерики, срывы, но кто преодолевает начальные барьеры буквально первых двух лет, закрепляются на чужих берегах, начинают осуждать бывших соплеменников и более не желают возвращаться в родные пенады. Как измерить эффективность обучения в школе студента? Отличный и ненадозначный вопрос. Зачетка с обменными баллами, красный диплом, победы в олимпиадах и соревнованиях академических точно не дают оценки эффективности обучения. Это временные суррогаты, работающие так же, как в детстве мы играли в магазин и использовали листья деревьев или записки от руки в качестве денег, которые, конечно, их не заменяют. Выпускники приходят на собеседование и начинают рассказывать об успехах в КВН, кейс-чемпионатах, двух-трех публикациях в соавторстве. Работодателю это неинтересно. Ему нужны люди, которые встанут в станку и тут же начнут зарабатывать деньги. Лучший вариант – это приносить отраслевые портфолио. Когда я заканчивал ВУЗ, работодателям был нужен не я, а мои способности. Одни оценили мою антивирусную программу «Браво», другие предлагали «Золотые горы» за хакерский и ратор «ХЭД», третьи заинтересовали методы обработки громадных объемов разноструктурированных данных в реальном времени, четвертые хотели продолжить мои исследования автоматизации деятельности юристов. Как следствие, никто не предлагал мне встраиваться в иерархию штатного расписания. Все говорили о создании подразделения под меня. Вот это я считаю эффективным обучением, когда студенту удается продемонстрировать рынку собственную голову в доказанных успешных промышленных коммерческих кейсах. Студент и его учеба – это, как правило, жизнь в другом городе, в другой стране и соответствующие расходы. То есть дело это далеко не бесплатное, верхний предел не ограничен. Каковы особенности финансирования деятельности и учебы эффективного студента? Откуда, как, что нужно об этом знать? Эффективный студент, что говорится, с молодых ногтей заботится о собственной автономности, построении взрослой жизни и поддержке родителей. Он прилежно занимается, сочетает социальную деятельность с обучением, ищет ранние способы пусть небольшого, но обязательно стабильного регулярного заработка. Несомненно, первое время требуется помощь родителей или родственников. Но эффективный студент тщательно планирует расходы, понимая финансовое состояние широкого круга людей, собираясь как можно раньше начать приносить пользу, оплачивать добром родным, близким и деньгами. Финансы должны как можно раньше проникать в мозг взрослеющего человека. Дети даже не догадываются, сколько сил и средств уходят у семьи на их содержание, от чего отказываются родители, бабушки, дедушки, для того, чтобы подсадить их на дерево социального продвижения. Эффективный студент уже к третьему курсу должен быть готов полностью содержать себя, сняв бремя финансовой заботы с родителей. А к пятому курсу обязан оказаться способным оплачивать расходы будущей молодой семьи. Какие интересные кейсы, связанные с эффективными студентами, были в практике Олега Брагинского? Я считаю студентами эффективными не те, кто хорошо материал осваивает, а те, кто прилагает к этому осознанные нечеловеческие усилия. Недавно в школу трэбл-шутеров пришел Максим Мухтаров и заявил, в 2017 году вы выступали в МГИМО и сказали, что если сегодня изменили жизнь хотя бы одного человека, то появились тут не зря. Так вот, я этот человек. Ситуацию я, в общем-то, вспомнил. Молодежь веселилась. Хакамада до меня рассказывала сказки о мотивации. Я же говорил о том, что учебы в ВУЗе мало, и надо пахать день и ночь, чтобы хоть немного опередить тех, кто уже вступил в карьерный год. Вторая мысль, которая позвучала от Максима, она была такой. Я два года копил деньги и способен полностью самоплатить обучение у вас. Вот когда я это услышал, это было как бы круто. То есть он не прикрывался мамой и папой, а поставил цель вычислить необходимую сумму денег и решил их потратить не на поддержанный автомобиль, не гулянки по клубам, а на учебу с намерением повысить ценность на высококонкурентном рынке. Прошло менее полугода, и мы с Максимом уже написали 4 программы, и опубликовали по каждой из них статьи, которые заняли топовые позиции на сторонних интернет-ресурсах. Вот для меня пример эффективного студента. Каковы особенности эффективных студентов в разных странах, скажем так, которые родились в этих странах и там учатся? Ну, либо если страна влияет на эффективность, то с этим тоже ракурсом. В Китае студенты в обязательном порядке помогают на общественных работах. В районах, там, где есть сельское хозяйство, они участвуют в переработке урожая или сборе. В промышленных зонах они выполняют роль подсобных рабочих, а в городах помогают поддерживать чистую порядок. В Японии студенты читают лекции другим студентам, проводят время с пожилыми людьми, работают гидами и переводчиками. Когда я впервые попал в один из кампусов страны восходящего солнца, спросил, у вас что, недавно был ремонт или генеральная уборка? Был какой-то праздник накануне? Мне коротко ответили, у нас не бывает грязных. Американские студенты не могут похвастаться собственной чистоплотностью, но порядок с удовольствием наводят на выходцы из Индии, Пакистана и Мексики. Местная молодежь предпочитает тратить время на нотворкинг, тусовки и борьбу за гранты. Студенты стран СНГ особой эффективностью не блещут. Особенно грустны успехи те, кто живет в квартирах с родителями. По-прежнему играют роль больших детей и ждут, пока предки устроят их на работы по знакомствам, по связям, по блату. Студенчество – это не только обучение, но немалый процент времени уходит и на деятельность, на активность прямо с ним не связана. В частности, в самодеятельности, какая-то политическая активность и так далее. Социальная направлена на социализацию. Большой кусок работы, который тоже дополняет картину. Какая эта активность может быть и как она влияет в итоге на эффективность студентов? Не забирает ли она время банально? Как здорово, что это спросили и не забыли вот этот аспект. Я бы точно его упустил. Студенчество – это единственное свободное и относительно бесконтрольное время. В мои годы ходила присказка – от сессии до сессии живут студенты весело. Это годы, когда можно попробовать себя, как правильно заметили, в самодеятельности, самоуправлении, политике и прочих самоактивностях. Можно посещать кружки танцев, хоровые занятия, изучать музыкальные инструменты, потеть в спортивных секциях. В Киевском политехе я начинал с платных тренировок по рукопашному бою, потому что в общежитиях царила махровая дедовщина. Затем я стал председателем профсоюзного бюро «ФИФТ», факультета информатики и вычислительной техники. А поступив в аспирантуру, стал первым главой студенческого парламента БУЛ. То есть я начал историю непрофсоюзного самоправления. Мы устраивали забастовки против задержки стипендий студентам и зарплат преподавателя. Мы пикетировали Министерство образования, и министр был вынужден проводить с нами переговоры. Это было страшно, но поучительно. И даже необычайно полезно – вести переговоры за коллектив в 50 тысяч человек, а потом выходить на крыло Министерства и кричать «Они пошли на наши условия!» Возникает вопрос, как стать эффективным студентом, Олег? Чтобы стать студентом эффективным, нужно не только учиться, но и заниматься спортом, уделять время творчеству, потихонечку осваивать будущее ремесло. Если на третьем курсе студент не работает хотя бы по полдня по профессии, я бы посчитал это тревожным сигналом или звоночком. На пятом курсе искать работу уже поздно. Непонятно, какая будет специализация. На доучивание времени не остается, ведь уже пора писать диплом. С другой стороны, предостерег бы от желания получать второе высшее образование или писать диссертацию. Время профессии проходит. Гораздо важнее иметь перспективную работу, собственный бизнес, чем становиться абстрактным книжным червем и довольным собственной неустроенностью в жизни. Какие тренды в высшем образовании, имеющие место на январе 2020 года, когда мы с вами пишем это видео, сейчас имеют место быть, которые влияют на эффективных студентов? Первое — это создание процессов оценки навыков на индивидуальном уровне, то есть четверка или пятерка для разных людей будут разные. Второе — повышение технологичности окружающей среды и методик обучения. Уже есть масса приборов, масса систем, которые влияют на какие-то специальные цены нашего мозга. Третье — переход, значительные доли лекционных и практически, знаете, в мобильное устройство. Я постоянно вижу, что студенты работают в специальных приложениях. Третье — непрерывность обучения заставит людей менять профессии от трех до десяти раз за жизнь, которая стала удлиняться. И пятое — совместная удаленная работа позволяет набирать лучших педагогов и даже экзаменаторов. То есть можно учиться у одного или в одном вузе, а экзамены сдавать в другом вузе или у другого педагога. Как будут звучать главные рекомендации шеф-фиктивных студентов эффективным студентам всех странных возрастов языков от Олега Брагинского в подкасте «Трабл-суббик»? Первое. Сразу заботитесь о двух вещах. Как самореализоваться и как заработать денег. Второе. Не сужайте зону поиска вуза, преподавателей и лекций только локальным рынком, о чем говорил Евгений. Третье. Смелее учить великие языки. В первую очередь китайский и индийский. В этом, кажется, мы тоже сходимся с Евгением. В четвертое. Не кичитесь тем, что готовитесь стать технарем или гуманитарием. Объединяйте в себе лучшее из обоих видов образования. И пятое. Интересуйтесь не только наукой, но и ее передовым применением. Нужно что-то добавить под финал к этому интереснейшему выпуску Олега. Давайте поиграем в каламбуру. Можно быть вечным студентом с точки зрения того, чтобы учиться, или вечным студентом с точки зрения необустроенности. Мы с Евгением вам желаем первого шанса. Вот такие вот соображения, рекомендации, наставления по поводу всего того, что связано с эффективным студенчеством. В каком возрасте оно не осуществлялось. Сот Олега Брагинского в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, заберите другие выпуски подкаста. И помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше, поэтому связывайтесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. «Век живи, век учись», переходите из состояния ученика в состояние студента. Это увлекательно, интересно и открывает для вас колоссальные возможности. Тема образования вечная, высшего тем более. И наш подкаст «Траблшутинг» в какой-то части имеет отношение к удаленному образованию, эффективному студенчеству. Удачи вам, до новых встреч. Кстати, поговорок, о том, который вспомнил сейчас Евгений, «Век живи, век учись» имеет продолжение. Все равно дураком помрешь. Желаем вам, чтобы так не случилось. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok